Сегодня вас ждет финальный выпуск из цикла арабо-хазарского противостояния. Заключив мир, обе империи погрузились в пучину новых конфликтов, сопровождаемые внутренними и внешними вызовами. Это привело к необратимым последствиям, ставшими пагубными для обеих сторон конфликта. Итак, вы на канале Amazing History, где вы узнаете очень много интересного из истории Древнего мира, Средневекового Востока, да и не только. Перед тем, как я продолжу, хочу поблагодарить первых спонсоров канала на YouTube и Patreon. Ваша поддержка очень важна и мотивирует на создание новых выпусков. Также меня мотивируют ваши лайки, подписка и, конечно же, добрые комментарии. Поехали по теме выпуска. Новый аббасидский халиф Аль-Мансур предпринял попытку укрепить отношения с хазарами. Для этого он приказал своему наместнику в Закавказье попросить руки дочери хазарского кагана, богатура. Тот согласился и отправил принцессу на юг в сопровождении десятитысячной свиты и богатыми дарами. Она вышла замуж, приняла ислам и родила наместнику двух сыновей. Вроде бы все шло хорошо, но спустя более чем два года принцесса и ее наследники загадочно умирают. Разъяренный отец обвинил в этом арабского наместника и в 762 году вторгается с огромным войском в Закавказье. Огнем и мечом хазары прошлись по Кавказской Албании, Армении и Иберии, захватив много пленников и богатые трофеи. На этом богатур успокоился и его войско вернулось домой. Столкновения арабов с хазарами будут происходить и в дальнейшем, а накомасштабных войн между ними больше не будет. Вскоре они столкнутся с новыми угрозами, которые будут отвлекать ресурсы на борьбу с ними. И одним из таких вызовов станет возвышение Руси. Изначально правители ранней Руси выплачивали хазарам дань и были их важными торговыми партнерами. Но после того, как халифат перестал быть угрозой как для хазарии, так и для Византии, греки стали искать другие союзы в степях, чтобы ослабить хазар и не дать им превратиться в потенциальную угрозу. В 880-х годах византийцы поддержали набеги Аланов и Печенегов с целью ослабления хазарского могущества. Русы также оказались для византийцев идеальным партнером, несмотря на то, что в 860 году они совершили опустошительный набег на Константинополь. Постепенно с помощью дипломатии и денежной поддержки Восточная Римская империя начала вытеснять хазарское влияние в землях русов и заменять его своим. Хотя хазары выдержали большинство этих нападений, в этот период они потеряли свое влияние над Киевом, власть в котором захватил новгородский князь Олег. Это событие знаменовало основание Киевской Руси, нового могущественного игрока на геополитической арене Восточной Европы. Тем временем на южной границе Хазарии медленно распадался халифат и появлялись новые независимые мусульманские княжества, что добавляло напряженности в регионе. Так, в 1912 году десятитысячная мусульманская армия из Ширвана была разбита хазарскими войсками в результате неудачной попытки вторжения. Первая вспышка конфликта между Русью, Хазарией и халифатом произошла в 1913 году, когда большой флот русов пошел в Керченский пролив, контролировавшийся хазарами. Этот поход хорошо задокументирован арабским историком Аль-Масуди. Сообщается, что в нем принимал участие флот из 500 кораблей, на каждом из которых было по 100 человек, что вполне возможно может быть преувеличением. Пообещав половину добычи хазарскому Кагану, русы получили разрешение на безопасный проход в Каспийское море, что, скорее всего, было актом возмездия хазарского Кагана за недавнюю провокацию мусульман из Ширвана. Через Дон русы переправились на Волгу, а оттуда спустились вниз до Каспийского моря. Первым делом налетчики принялись разорять богатые регионы Табаристан и Ширван. Разграблению подвергся Баку. К такому нападению их жители были явно не готовы. Аль-Масуди пишет, «Народы, обитавшие около этого моря, с ужасом возопили, ибо не случалось с древнейшего времени, чтобы враг ударил на них здесь, а прибывали сюда только суда купцов и рыболовов». Весть о нападениях быстро распространилась, вызвав возмущение не только в халифате, но и среди многочисленного мусульманского населения хазарского Каганата, которая обратилась к своему правителю с просьбой разрешить напасть на русов, возвращающихся домой по Волге, и отомстить за убийства, совершенные в Персии. К этому времени военная мощь Каганата в основном зависела от мусульманских наемников из Харасана, которые даже обеспечивали охрану самого Кагана. Так, волей-неволей, во имя стабильности, тому пришлось согласиться, и он решился нарушить свой договор с Русью. Таким образом, армия в 15 тысяч человек, состоящая как из мусульман, так и из христиан, преградила налетчикам обратный путь возле Итиля, а русы высадили свои корабли и выстроились в боевые порядки. Бой продолжался три дня, что привело к разгрому ослабевшего войска русов, а его остатки все-таки смогли добраться до безопасного дома. Несмотря на это поражение, сила Руси была далеко не сломлена. Хазары лишились значительной части прибыльной торговли с Русью, и взамен получили еще одного сильного врага. На какое-то время основными торговыми партнерами Хазарии стали волжские булгары, которые имели тесные связи с халифатом. Арабы поддержали своих новых мусульманских союзников в качестве противовеса Хазарам. Хотя период распада и упадка, в котором находился халифат, означал, что новых вторжений на Кавказ не будет, дипломатическая миссия халифата под руководством Ибн Фадлана и его финансирование волжских булгар сыграет важную роль в падении Хазарии. Ибн Фадлан успешно справился с задачей по привлечению волжских булгар в лоно мусульманства, а финансируемая арабами крепость уменьшила власть хазарского Кагана над его булгарскими вассалами. Вскоре мусульманские купцы заняли торговые пути в земли своих единоверцев булгар, что в сочетании с нарушением торговли со стороны Агузов на Востоке и Руси на Западе привело к резкому падению жизненно важных торговых доходов Итиля и сокращению его возможностей содержать и оснащать свои армии. Одновременно с этим правление Романа Лакопина в Константинополе и его агрессивное преследование евреев в Византии ознаменовали окончательный распад Византийско-Хазарского альянса. В 1920-х годах в Крыму произошли прямые столкновения между хазарскими и византийскими войсками, а затем последовали дальнейшие контакты Византии с печенегами и русами. И что мы видим? Хазария стала постоянно подвергаться набегам русов, печенегов, агузов и аланов. И не последнюю роль в этих атаках играла Византия, хотя прямых доказательств этому нет. Но косвенные свидетельства указывают именно на это. Как, например, в своем трактате об управлении империей император Константин VII советует будущим императорам вести войну с хазарами через аланских и агузских посредников. Халифат тем временем разрушался сам по себе. В 1940-х годах вакуум власти там был заполнен шиитской династией буидов, которая быстро распространилась из фарса и затмила халифа в Багдаде, низведя его до вассала. В то же время независимые мусульманские правители на территории современного Азербайджана продолжали воевать с хазарами. Однако фигурой, чье имя станет самым громким во время падения Хазарии, будет воинственный киевский князь Святослав. История этого правителя стоит отдельного видео, о его матери, княгине Ольге, мы уже делали выпуск на этом канале. Так вот, после начала самостоятельного правления Святослав начал свой знаменитый хазарский поход. В 965 году он захватил Саркел, хазарскую крепость на реке Дон, которая долгое время сдерживала Русь. А через 4 года пал Итиль, что ознаменовало конец хазарского каганата. Арабо-хазарские войны остановили арабскую экспансию в Восточную Европу и долгое время оттягивали на себя значительные силы мусульман от границ Византии, благодаря чему та еще какое-то время сохраняла контроль над Малой Азией. Однако долгое противостояние так ни к чему не привело и стало пагубным для обеих сторон. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.